Сегодня ролик короткий, но базовый. Я расскажу, как сварить суши рис. Потому что, ну вот люди дома с удовольствием готовят суши. Я хоть и не поклонник суши, но поклонник самого риса. Я вот такой рис использую в гарнирах. Значит, давайте все с самого простого, с самого начального. Кастрюльку я для варки риса для суши беру всегда поболее. Здесь 300 граммов риса. Это рис для суши. Вы понимаете, что можно для суши сварить и кубанский рис, конечно. Но кубанский рис нужно выбирать так, чтобы он был весь зернышко к зернышку. Потому что, если вдруг у вас будут зернышки потресканные и поломанные, то маленькие кусочки разварятся, дадут лишний клестер. И тогда рис будет не рисинка к рисинке склеенный, а будет просто, короче, такая месивая такая кашка. 300, значит, миллилитров, ой, 300 миллилитров говорю, 300 граммов риса. Пропорция варки всегда такова. На 100 граммов риса добавляется 120-125 граммов воды. Это значит, что вы должны для определенного вида риса... Просто в суши барах, я вот с шефами разговаривал, они говорят, для определенного риса там есть вот эта вот маленькая вариация 120-125. Для этого риса у меня 125, выработанная схема. Ну вот, японцы так придумали, и нужно этому следовать. Весы считаем. Значит, на 300 граммов по 125, 300, 60, 375 миллилитров воды. Ну, так как вода является... Миллилитр равен грамму, то мы просто берем на весы, чтобы не мучиться, и отвешиваем. Значит, 375 миллилитров воды. 370, 50, 60, 70... И 5 осталось. Нет. О, точно. Да, забыл сказать, но вы уже сами все увидели. Акваформу и спонсор. Это классный кувшин, который фильтрует очень быстро воду. Большой емкости, пластиковой. И мы, кстати, в прошлый раз разыгрывали несколько кувшинов. Несколько подписчиков не откликнулись. И мы пока что не можем доставить, ну, то есть найти контакты и получить ответ от этих подписчиков. Напоминаю, что у меня помимо кувшина еще есть большой фильтр, но он под раковиной стоит. И если вы кайфуете от супов, компотов, и вся наша жизнь пропитана чистой водой, из-под крана, конечно, в Москве лично пить вообще невозможно. В некоторых регионах из-под крана она еще более-менее. Но фильтр это та вещица, которая должна быть в каждом доме. Фильтрует воду, убирает лишние соли. В чайнике накипи нет. Но и в жизни наступает момент, когда вы просто говорите спасибо чистой воде. Потому что сейчас, конечно, с нашей экологией, со всей вот этой вот загазованностью, большой вопрос возникает. Какая вода в Байкале? Я надеюсь, что чистая. Но дома у меня точно чистая вода. Воду я заливаю вот сюда. К рису. Раз. Значит, вот здесь у меня перо из жопы совы. Это вы знаете. Но хочу вам сразу сказать. Вот эта водоросль, которая называется комбу, это классика японской кухни. Единожды найдите в интернете, по почте, купите себе пачку. Она продается в огромных пачках. И вот мне пачки одной хватает примерно на год. Потому что я, ну, во-первых, ты же не добавляешь его везде там. Туда и туда и туда. Для риса, для бульонов, еще для чего-то я использую понемногу. И у меня реально пачки одной на год хватает. Это огромная толстая водоросль, из которой впервые был синтезирован глютамат натрия. Вот смотрите. Белый вот этот налет. Это, по сути, вот эта вот соль, которая... Ну, то есть это природный глютамат натрия. Я разделил на две части. Вот такие небольшие. Одну часть я отправляю вниз. Ну, под рис. Тут, знаете, наверняка возник вопрос, мол, типа, а что это? Это вы там сначала льете воду, потом засовываете водоросль. Да, я уже это делаю не раз. Когда внутрь засовываешь и засыпаешь сухим рисом, воду льешь, вода подмывает и она всплывает. Поэтому лучше сразу налить и все, и поставить вариться. Рис я не промывал. У меня очень чистый рис. Не вижу никакой надобности его промывать. Значит, варим примерно так же, как и по классике. В идеале все суши-бары варят рис в рисоварке или в мультиварке. Ну, что одно и то же, в принципе. Значит, дома, у меня здесь 300 граммов, да, поэтому, значит, я примерно ориентируюсь на 20 минут. Сейчас вода закипает, закрываю фольгой, убираю минимальный огонь и оставляю на 20 минут. Потом выключаю и не трогаю, не открываю, никуда ничего, еще 20 минут. Когда рис сварился, а он уже хорошенечко отстоялся, видите, водоросль тут застряла. Но мы сейчас будем ее перемешивать. Для того, чтобы приготовить заправку, она состоит из трех частей. Вернее, из четырех. А где четвертая часть? Вот она, водоросль. Значит, кусок водоросля у меня остался еще, да. Рисовый уксус Митсукан. Он, во-первых, очень мягкий, но он, видимо, разбавленный с чем-то. Значит, тот уксус, на котором написано уксус для суши, он уже приправлен всем. Вы можете, конечно, его использовать. Но это такой, знаете, очень простой магазинный вариант. В суши-барах не покупают уксус, на котором написано для суши, и потом льют его туда, да. Его, как бы это правильно сказать, делают сами. Поэтому здесь у меня Митсукан. Это японский классический разбавленный уксус. Образно разбавленный. Потому что, если брать китайский, например, тот более концентрированно. А это такой, лайтовый. 125 миллилитров уксуса. Значит, кусочек водорослей комбу. 25 граммов соли и 75 граммов сахара на огонь. Доводим до кипения, снимаем с огня. У нас получается такой сахарно-солено-кислый сироп. Так, пока он закипает, значит, водоросли нужно вынуть. Ну, выбросить. Я не знаю, я, конечно, понимаю, что их есть нельзя. Ну, не то, чтобы нельзя, они просто невкусные. А может, и можно, но... Вы знаете, мне кажется, японские крестьяне, когда жрать нечего, что угодно с чем угодно смешают, в соевый соус макнут аккуратно палочками. По минималистичному японскому принципу превратят любая еда, еда. Аригато. Так, закипело. Ну, то есть, получился вот обычный сироп, но насыщенный водорослями комбу, в том числе. Сахар тут припекся чуть-чуть. А не, на дне чуть-чуть не растворилось. Ну, в общем, помешайте просто, чтобы растворилось, потому что главная цель это сделать рис клейким. Рис клейки у нас когда? Когда есть сахар. Он клейкий не из-за крахмала, а из-за сахара. Значит, доза такая. Вот этого сиропа, уже готового, на килограмм готового риса должно быть 300-320 граммов. У меня здесь 600 готового. Поэтому 220-250 ориентировочно. Ну, как раз 200 получилось ровно. Все, вот этой горячей карамельной жижей мы это все заливаем и начинаем просто-напросто перемешивать. Именно горячей, а не холодной. Все аккуратно. Вот, но в идеале, вот даже видно, да, что рис весь пока что, пока что еще рассыпчатый. Он, в общем, и будет рассыпчатый, потому что вы, когда едите суши, вы же понимаете, что вы едите не кусок пластилина. Все, теперь ему нужно дать остыть и испариться. Ну, то есть лишнее это все, значит, впитывается, влага, часть испаряется, и, соответственно, рис становится, не сказать, что сухой, но он становится такой, знаете, влажный, но в меру влажный. Не плавает он ни в какой там субстанции. Смысл всего сделанного в том, что японцы ограничиваются и лепят только суши. Вы, как русские люди, можете использовать его куда угодно. Лепить шарики, треугольники, квадратики, все что угодно. Я его люблю использовать как гарнир, потому что, когда люди, когда ты им не говоришь, что это рис для суши, а просто кладешь его на гарнир, люди удивляются и говорят, вау, почему он такой вкусный? А вы говорите, это секрет, этого я вам не скажу. Конечно, можно исключить водоросли, например, комбу. Да, можно в мешочке добавить водоросли вакамы, если у вас есть. Значит, нори не добавляйте, потому что они для суши, они в кашу у вас все превратятся, у вас все будет, рис весь будет в водорослях. Вот, смысл водорослей можно не добавлять, но с водорослями будет гораздо вкуснее, потому что там как раз и образуется вот этот, вот этот какой-то морской такой привкус этого всего риса. Дальше. Запомните, рис должен быть горячий. Вот, то есть, когда он у вас проварился, напитался, но еще не остыл, вот тогда вы горячий сироп заливаете и в какую-то плошечку, да, для того, чтобы при высокой температуре риса и при высокой температуре сиропа он сам себя начинает лишнюю влагу испарять. И все. А потом просто сахар, который при остывании карамелизуется, он обволакивает каждую рисинку, и вы просто берете, ну, во-первых, нужны специальные перчатки, либо нужно мочить руку водой. И потом уже лепите из него что угодно. Но очень вкусно, кстати, получается, если взять, например, небольшое количество риса, скатать его в шарик, обвалять в кунжуте в жареном, получается вообще бомба-огонь. Можно использовать как простую закуску вечером или как гарнирную закуску. Знаете, пожарили или там купили красивого угря, нашинковали его, поставили 2-3 шарика, палочки, знаете, такую, превратились в японскую женщину или в японского мужчину. шарики пэм-пам-пам-пам все соевым соусом немножко имбиря маринованного продается повсюду и потом эти шарики и этот уголь получается вообще шикарно кстати вариант подачи суши если вдруг вы не понимаете не знаете как правильно работать с пальцами для того чтобы сформировать суши катайте шарики обволакивайте кунжутом накладывать в тарелку или сырую рыбу там или сырые креветки что вы у вас готовы тунец там и так далее уголь копченый и добавляете шарики все вы будете есть и рис и рыбу и у вас получится что во рту вот в идеале вы получите все равно суши это к чему все говорил друзья пользуйтесь это прям классический рецепт от проверенного японского мастера который действительно вас удивит давайте пробуйте пока пишите в комментариях что там понравилось что не понравилось понимаю что не все ингредиенты доступны но есть же интернет вы же сейчас меня в интернете смотрите перейдите на другую страничку наберите там где купить водоросли комбу и все у вас будет пока